всем привет мы возвращаемся в тиранию лагерь спит торгуется что могу сделать а ну покаж чем торгуешь инсигния героя чет вроде бы все смотрел он шлем сломанный сломанный мечей как плюшкин посмотрел он посмотрел и все сложил обратно это что-то шлема лык наручная меча палитного оставлю в одинаковых меча у них по моему состоянии нет только качество медовуха пусть однако силе в течение 10 минут что еще продать дротик вот этот дрогущий двуручное оружие оставлю меня созреет на двуручное окровавленные сапоги алых фурий собой ли корень это прошло позволяет оставаться в сознании еще 10 секунд в течение 120 секунд если вы пожевать повышать стойкость оттягивает потерю сознания я не успеваю чужого просто продается что у нас есть шлем железных колдаков минус 3 точность нам не надо у нас собрание кстати мы и не выздоровели надо было совершитель суди парфонты сейчас в походном шатре я ухожу забирать то что мне принадлежит ничего плохого я не сделал что тут происходит член орды я приму это к сведению а теперь я пойду нет нужды беспокоит вас более в окружении четверки опальных плотно сжимающих его со всех сторон боец алого хора прижимает груди шлем опального он бледен весь дрожит дом выдавливает улыбку да ладно вам парни не надо так дергаться камень и щит ты можешь уходить но шлем останется тут солдат придвигается нависая над хористом мы не любим тех кто врует железо так что если ты надеешься уйти отсюда без спорки то очень ошибаешься что-то не так вам поворачивается одна из запальных которая явно надоел этот спор этот парень обокрал легион и думает что ему это с рук сойдет она указывает на бойца хора сжимающего в руках шлем если он сделает еще хоть шаг нам придется нарушить мир кайраса член орды вершитель ты можешь меня выслушать и громила из легиона на меня нападает заметив фугу он смаргивает и приветствует ее почтительным кивком не делай вершителя соучастником кражи броня опальных собственность легиона ты не имеешь права брать ее себе и клянусь грейвеном эшу я прикончу тебя если ты попытаюсь уйти с этим шлемом если вы беретесь и выносить переговор тому кто подчиняется другому архонту закон велит мне вмешаться опалина и молча переглядываются между собой никто из них не думает от солдата хора можем превратить в это в состязание кто кого перестоит а когда мочевые пузыри у всех полопаются на мне хоть не будет железного подгузника но лично я бы предпочел передать этот спор вершителю раз уж другого выхода у нас все равно нет камень ищет довольно одна из запальных замахивать на тут же спохватившись нелопка опускает кулак если надо выбирать драться или судиться тогда я конечно тоже готова принять решение вершителя судеб могу изгнать на этот шлем себе его забрать хористу рассказывай сначала в общем так идем мы за упокойной ее ватагой по реке ищем с кем бы подраться тут вдруг шлем шум разведчик свистит мы бежим поглядеть что стряслось и опа напарываемся на гвардейцев эндриенов которые с другой нашей ватагой сцепились мы понятия не имели что там кто-то еще патрулирует короче клетопреступники все-таки борзые мол победа будет за ними мы на них они не отступают сами виноваты короче в общем подрались не на шутку живых никого не осталось чтобы нам рекрута взять так что пришлось в их баракле порыться вот тут я эту красоту и нашел он по пришел сюда а они нет чтобы заплатить как положено напали на меня фуги что думаешь об его истории все сходится опальные к своей броне относятся как ко второй коже некоторые в ней даже спят она содрогать впрочем есть и такие у кого просто нет выбора она ухмыляется в сторону варик если солдаты легиона хотят биться в истерике из-за куска холодного железа это их личная проблема этот боец честной драки с врагом получил трофеи значит шлем должен принадлежать ему если его не отберет тот сильнее она улыбается хрустяко стяжками пальцев как ты можешь доказать что забрал шлем у врага не украл его у интенданта ну если кто хочет растянуть этот суд на две недели я могу собрать свидетельство с каждого члена своего таги был в том бою на что-то мне подсказывает что у нас тут нет времени на такую ерунду каменный щит вздыхает это не обязательно мы не спорим о том каким образом к нему в руки попало это железо и у нас уж точно есть дела поважнее во время осады а почему ты решил шлем продать опальным а не оставить себе для начала в этом шлеме моя голова болтается как яблоко в ведре камень ищет гребаные ярусники попортили наше железо продолжайте в том же духе я использую как ночной горшок он страхивает головой дожидаясь пока солдаты перестанут на него кричать как я уже говорил шлем мне не подходит так что лучше получить кольца и купить клинок получше к тому же носить цвета опальных это дурной вкус хотите ли вы что-то добавить сказанному он кривит рот задумчивости ну в отличие от некоторых тут которые делиться не спешат если мне позволят это продать я свою долю с суду выплачу конечно как и положено доброму союзнику он нам взятку предлагает без ты жать тварь будь поблизости бледен марк он быть за язык тебе отрезал за оскорбление суда они понимают бледен марк кинжал складках одежд кайроса незаметная капля яда притворяющая жизнь желание владыки он подчиняется адъюктиру тунону и выносит финальный приговор всякому кто презрел закон кайроса немногим известно откуда взялся архонт теней и почему он служит владыки разгневавшие архонта никогда не доживают до рассвета у меня есть еще вопросы опальный а вы что можете сказать это шлем опальных а значит он принадлежит легиону о чем тут еще говорить опальная пожимает плечами переглядываясь товарищи я знаю хору вечно не хватает снаряжения но это не наша вина что у них проблемы не надо столько новобранцев набирать если не знаешь чем их кормить и как вооружить так что когда этот ублюдок сюда явился пытался продать нам наш собственный шлем мягко скажем нас это покоробило она обращается к вам но при этом не сводит взгляды с цариста не хочу делать из этого проблемы больше чем есть крысеныш может нам вернуть шлем мы скажем спасибо и пусть проваливает и больше не появляется барик что скажешь просто солдат откашливается расправив плечи встает перед соотечественниками по традиции железное оружие и доспехи принадлежат легиону это разумно мы лучше подготовлены чтобы их носить и только нам истинным сынам севера можно доверить лучшее изделие кузнецов а в хор набирает наших бывших врагов неблагодарных недостойных доверия сынов и дочерей поверженных государств половина из них дохнет в первой же схватке остальные готовы дезертировать при первой возможности вооружать их пустая трата сил он пренебрежительно машет в сторону хориста пусть воюют палками или лодочными баграми элитное снаряжение для элитных бойцов у нас так заведено ну манера понятно но не во всем он честен фуга недостаточно того что мы преклоняем колени и приносим клятву верности кайросу да нам еще надо каждый день что-то доказывать вам болванчиком железным ничего хорошего в ответ не ждать вы предложили ему что-то взамен шлема опальный смотрит на вас без всякого выражения я так понимаю это значит нет обмен станет оскорблением для легиона даже хуже чем продажа за кольца каждый предмет нашего снаряжения был выкован специально для северного легиона гривена аша они для швали которые пляшет игре взяться на радость голосам вот неблагодарные он в бою его добыл и принес могу просто в речку куда выкинуть или мимо пройти уже вам его принес так что могли бы что-нибудь и предложить в лагере еще остались шлемы вы чё из этого сцепились мы говорим не просто о шлеме вершитель это вопрос принципа гривен эш требует чтобы мы почитали берегли боевые трофеи по этому шлему место на голове у легионера или на дочагом у его ближайшего родича сдается мне главный виновный тут солдат который погиб в бою и позволил врагу забрать шлем а рис сухмылка пожимать плечами если у вас северян такие замшелые традиции причем тут я вот видишь и что нам делать с такой наглостью неуважением то что наши союзники не означает что мы обязаны терпеть людей которые на взгляд оскорбляют хотите еще что-то добавить я считаю своим долгом отметить что его даже пальцем не тронули не стану утверждать что моему морду не набьем за наглость и все оскорбления которые он тут разбрасывается но пока что мы проявляли ли завидную сдержанность у меня вопрос дать я на не шлем взглянул алый хор благосклонность он смотрит на вас долго задумчиво потом кивает и сверт шлем в руки ладно только верните мне его когда посмотрите я возьму погонять чуть-чуть отдать шлем опаленным благосклонность увеличивается мало гнев увеличится мало я оставлю его себе свинячья дерьмо да с какой стати мне с какой стати всем нам вообще тебе его отдавать пасть порву каменщик не пойму вершитель у тебя нервы бронзовые или мозги трухлявые ты нас ограбить пытаешься с какой стати ты решил что тебе это сойдет с рук атлетика 36 похрустеть костяшками у меня что-то со слухом или ты угрожаешь посланцу тунона этот шлем принадлежит ближайшему родичу северянина ему он должен быть передан и единственный кому я могу это доверить очень по скользкой дорожке я пошел все недовольны брось на землю 50 колец вот награда за находку благосклонность уменьшается мало опальные считайте это цена за то что я потратил время на вашу свару я бы похрустил костяшками мы по крайней мере это будет аргументом для хориста а эти конечно да нас возненавидят но самый вариант это вот десятка лет сбросить на землю это вот самое по вариантам в нагло они все взбесятся но это же обман принадлежит ближайшему родичу северянина короче вот вам 50 колец член орды так будет правильно спасибо вершитель боец улыбка протягивает вам шлем и поворачивается чтобы уйти и это правосудие попально делает грубый жест дать тебя весь лагерь дерьмом провонял вон отсюда кстати что там за шлем из-за чего весь сыр бор шлем железных ходоков и не понял такому не он вот наверно да он вообще никакой щель броня колющий ледяной минус 3 точность вообще не пойму почему вот эти обведены я думаю может быть это который к нему лучше всего подходит в общем решили мы не свою пользу конечно а это кто урона ты кто у меня это время от болтования мне доспехи чинить надо хочешь торговать поговорить с дядюшкой мы сейчас поговорим с кузнецом что слове нет тебе непонятно можете меньше нужно ныть а больше времени тратить на поиски нормального оружия для следующего боя я и найду пока не верну свой клинок даже если мне придется ждать пока вы все закончите осаду и соберете лайки а еще тут из-за танец танцуй сбор металлолума пионерами дал свои результаты но что железо нашел вот она нам повезло что для этого преступника много не досталось даже не представляешь как я рад что мы его вернули я непременно расскажу командирам о том сколько ты сделал для легиона благословность увеличивается средний вы потеряли предмет железные слитки скованных вороном нужно что-нибудь еще товар а как это мы тысячу колец получили и где они все просто интерес шлеп ровников о чем броня 2 он без без каких-либо полезных вещей уклонение плюс 24 у него них и на 7 из продовыносливость хорошее о ползах для господина с кабуреткой урон такой же такой же вообще копия управление камня управление камнем Это управление рвением. Да, слишком все сложно и не нужно. А, шлем барика не снимается. Себя еще сравнял. Покажу в шлеме курии. Да, не стоит. Короче, оружие будем в бою добывать. Ой-ой-ой, мы нечаянно залезли к нему. Нашли тяжелый кожаный доспех. И оружие убийцы. Броня, отражение, восстановление. Да, это хорошее. А одежда убийцы. Восстановление, истребление какое-то. Модификатор критического руна по 15%. Этот кожаный доспех вышит рунами, которые наполняют дельца азартом славного сражения и вдохновляют на точный удар. Броня 1, броня 3, отражение. Я вот кей, наверное, его куплю. Этот, правда, какой-то уникальный. Ну и все. А где тут? Вот они разговаривают еще. Узнаем, что затерки с мечом. Вершитель, этот железный пень ведет себя как последний кретин. Ты мне поможешь? Член Орды, низкородная шавка. Не смей обращаться со мной, как с каким-то отребьем. Я четвероюродный брат. Ликарий Вендриен. Этот фалькс был пожалован отцу, и он хотел, чтобы... У них спор. Видимо, фамильный меч забрал. Завали хлебало, говном несет. Ты когда присягу голосам не рато приносил, ты от всех своих дерьмовых предков отрекся. Проваливай, пока я тебе, заметив ваше приближение, воинопальных поворачивает голову и слышите, как меняется вот он. В общем, иди отсюда. Вокруг полно палок валяется. Грозная палка, любимое оружие. Скоро. Но это мой клинок. И ты вот так вот сухмылочкой отправишь меня в бой без оружия? Так-то ты относишься к союзникам. Из-за чего шум? Этот червяк еще недавно был нашим врагом. В битве он... Поднял на меня свой фалькс, так что я повалил его на землю и отобрал оружие. Ему такой благородный клинок не почину. И мне дали шанс искупить вину, служа Кайросу. Как вассал голосов не рато, почему ко мне относятся как к врагу, когда я на вашей стороне. Тебе повезло, что ты до сих пор жив. Повезло, что этот ваш чокнутый архонт дает южанам второй шанс. Когда по-хорошему во всех надо убивать или кастрировать. Твой напальник закрывает лицо рукой и вздыхает так громко, что это слышно из-под шлема. Вершитель судеб, мы зашли в тупик. И я уже не верю, что он обрадует меня, ударив первым. Я подчиню своему решению, даже если не буду с ним согласен, если этот кретин обещает поступить так же. Ну вот, хоть какие-то разумные слова. Если он на это готов, то и я тоже. Обратиться к солдату хора. Расскажи, что произошло. Я попал на службу владыки совсем недавно. Войн хора с бледным лицом оглядывает лагерь. Я еще не до конца понимаю, как тут все работает. Но как будто не был этот человек, победил меня в бою. И тут я на него не в обиде. Как видишь, я жив. За это ему уже спасибо. Сфуга, сама доброта. Продолжай, новобранец. На следующее утро я очнулся среди других пленников, и нам устроили обряд децимации. Мне повезло схватить один из девяти кинжалов, что швырнули на арену. Он останавливается, у него искривляются губы и дергается глаз. И он старается унять пазы в кровоте. В общем, я уцелел. И не успел я отмыться от крови, как мне сказали, что следующее задание – добыть себе достойное оружие. Хор не тратится на новобранцев. Немного здесь непонятки, потому что обряд децимации – это, во-первых, не обряд. А это когда каждого десятого расстреливают или обезглавливают. Раньше это была такая дисциплинарная мера. Я боюсь сейчас голословым показаться, но, по-моему, еще со времен римских легионов это оттуда пошло все. Мера дисциплинарная и мера принуждения. Войска или противника, чтобы усмирить, которые там бунтовали, допустим, или собственные войска, которые не оправдали, просто выстраивались, и каждый десятый обезглавливался. Поэтому и называется децимация. А почему ему бросили? Ну, тут смешалось. Слово «красивое» применили, но оно не про то, как дают кинжалы, и там, кто выживет на арене. В общем, не успел он отмыться, как мы сказали, найти себе оружие. Тогда, он бледнеет еще сильнее, голос слабее, тогда я пошел в лагерь опальных, думал, они помогут, ведь они нам союзники. И тут я сразу увидел этого Громилу с моим Фальксом. Это же наше фамильное наследие. Что может быть достойнее, чем сражаться Фальксом много поколений, бывшим в руках нашей семьи? Опальный, теперь ты расскажи. Войн прощает горло и начинает говорить уважительным и взвешенным тоном. Ну, господин Вершитель, в первый раз я встретил этого человека недели три назад, когда был в патруле. Он тогда был в охотничьем отряде гвардии Вендриена. Они защищались, и этот, вроде как, даже замахнулся на меня своим клинком. Я помню, как крепко приложил его в лоб на вершием меча и подумал, отличный Фалькс. Так что я забрал себе его, как трофей. Битва была веселая, но никак не эпическая. Я даже не особо думал о ней до вчерашнего дня, пока этот доходяга не явился и не потребовал назад свой Фалькс. Я понимаю, что обидно терять фамильный клинок, но так уж устроена жизнь. Когда ты поднимаешь руку на Кайрос, а не ждишь, что тебе вернут ее обратно со всеми пальцами. Кто-нибудь хочет еще что-нибудь добавить? Я за то, что он вступил на путь Кайроса. Этот человек достойен уважения. Но свой Фалькс он поднял против нас, как враг. Поэтому я в своем праве. Боец Алла Вахора. Черт, я не знаю, будь у меня два меча, я бы отдал один союзнику. Ведь для того и нужны союзники, верно? Я готов вынести решение. На самом деле, тут даже вопроса нет. Метание, конечно, новичка понятное, но по всем суровым законам он потерял то, что принадлежало его семье. Фалькс принадлежал критопреступнику, а не сегодняшнему воину Хора. Я объявляю его военным трофеем. Хорошее решение. Грэвен Эш требует, чтобы ресурсы распределялись разумно. Если ты не отдашь оружие, которое все равно не используешь, то это можно считать растратой. К тому же не так себя ведут союзниками. Верни Фалькс. В общем, или немного опальных прогневить, или немного алых хор. Третий вариант Фалькса это трофей. Но честь воина требует, чтобы каждый из нас по мере сил помогал союзникам. Если ты не вернешь ему Фалькса, должен дать оружие взамен. Но это хорошее решение. И, кстати, действительно хорошее. И четвертый вариант Фалькса это артефакт покоренного народа. Я конфискую его в пользу суда. На это обижаются все. Фалькс это трофей, это правда. Но честь воина требует, чтобы мы помогли союзникам. Если или отдай ему Фалькс, или отдай оружие взамен. Воин Алого Хора молча кивает головой на его лице и заставает выражение хмурого недовольства. Что ж, в этом есть смысл. И что же я получу? Краменный щит. Значит, я должен дать ему оружие? Солдат напрягается, на долгое мгновение замолкает. Хорошо, я понимаю. И мне, и тебе, значит. Воин испытущий смотрит на вас. Можно его подколоть, потому что у них-то оружие куется. Для каждого. Они им очень дорожат, он его ни в жизнь не отдаст. А это просто красивая вещь, которая для него ничего особо не значит. Вот мы его можем подколоть. Неужели ты хочешь однажды погибнуть в бою, сражаясь с бронзовым оружием ярусников? Можно второй вариант. Слушай, веди себя как нормальный союзник, дай человеку нормальное оружие. Благосклонность увеличится у опальных. И верность увеличивается у фуги. Можно, конечно, вот это сделать. Увеличить. Бронзо. Это не то, к чему привык легион. Зато и поправить оружие можно прямо на поле боя. В общем, не так уж он и плох, чтобы я с ним хотел расстаться. Тем более, что хору вообще ничего сложнее. Палки или камни нельзя в руки давать. Тут ты не прав. Слушай, веди себя как нормальный союзник, дай человеку нормальное оружие. Наверное, в твоих словах есть смысл. У меня есть какое-то барахло, которое только пыль собирает. Раз уж мы союзники, то поделюсь. Он делает жестогласие. Как дети малые. Один какой-то шлем нашел. Это кто такой железный маршал Рениос. Прежде чем войска могут пройти на штурм, необходимо захватить перехраву. Дархон там сообщит об успехе. По-моему, и с железным маршалом можно поговорить. Они вот здесь в шатре. Ну давайте уже в следующий раз. Сегодня у нас выездное заседание. Судьбоносных решений. С ветки свисает тщательно освежеванная дичь. Похоже, при жизни она болела и скверно питалась. Раньше, когда продавали таких страшных синих кур в магазине. Народ шутил, что мне, наверное, пешком. Все дошли, поэтому такие худые, изможденные. В огромном медном котле кипит вариваю из небольших кусочков дичи. Аромат специй с трудом маскирует запах существа, которые тут решили приготовить. Или уже заявимся. Доложимся уже по всей программе. Как-то не хватает немножко вариантов нам. Может быть способности низкие у меня. Но вот со шлемом... Тоже очень двоякая ситуация. Ведь в бою добыл. И принес им. Они должны ему дать были что-то так же взамен. Он дорогой им вещь вернул, которую они практически уже никогда бы не увидели. Но с мечом вот более-менее нормально получилось. Оружие он получит, если выживет. Может быть, позже договорятся. Возвращение пальца. Непростые решения, непростые задания. Но интересные. Мне нравится, что вот... Прибывать здесь, напитываться атмосферой, по времени получается намного больше, чем... В бою проводить. Ты слишком низко ценишь этих клеток преступников. Даже звери способны распознать логику твоих примитивных стратегий. Если в моей стратегии есть хоть какая-то схема, это движение от победы к победе. Ярусники, мастера обмана. Но разве ты на свете больше лжи, чем твой помощник Кайрен? И разве он не был экспертом в осадной войне? И как теперь собираешься разобраться со стенами? Построишь пирамиду? Спорят опять о чем-то. Архонт Камня понес свои действия на Казани. Если ты хочешь обвинить меня в его грехах, тогда ты должен нести за все действия хора ответственность. Любой опальник способен ложить десяток этих деревенщин одной левой. Без оружия, иначе нечестно будет. Давайте расскажем. Круме 32. Ах, не получилось залезть в шкафчик. У яшички. Как можно доверять твоему сброду? Они же сдадут нас в решающий момент. У скольких твоих рекрутов есть родичи в Гвардии Виндериенов? Нет уж, в Вангарде штурма поют опальные. Мы обязаны держать победу, пока Эдикт не прикончил нас всех. Орёв Грэвина, Эша бьёт по барабанным перепонкам. И лицо оба гравеет от крика. Ты так молод. Мы прощаем тебе эту глупость. Ты не справишься с обрушением стен без Архонта Камня. И только у хора достаточно сил, чтобы атаковать крепостные стены со всех сторон. Поэтому мы станем авангардом. Лучшее, что можно было ждать от хора, это то, чтобы они завалили трупами подступы к стенам. По ним мы бы поднялись наверх. Укрепление ерунда, пробить кладку не составит труда для моих сколоверцев. Пусть даже у меня их сейчас маловато. Ещё одна блестящая идея. Культисты Кайрина, конечно же, вменяемы и достойны доверия, ничуть не меньше, чем сам похуйный Архонт Камня. Ты видел шпиль в центре Цетадели? Сложно не заметить. Самая высокая штука среди всех этих, во всех этих землях. И твои землемаги, конечно же, не сделают такой глупости, как, скажем, сокрушить фундамент шпиля. Иначе что-то может пойти не так. Голоса не рад и лениво помахивает скипетром. Я им доверяю больше, чем твоим насильникам, наёмникам, перебежчикам и прочему цирку. Архонт Эш поворачивается за виде вас, а расслабляется. А вот и вершитель Тунона. В боевом шатре повисает тишина. Все выжидают нашего доклада. Наши операции на переправе и крапивных дебрях прошли успешно. Почему вы не штурмуете зал Вознесения? Я победил при переправе отголосок крапивных дебрях. Наши операции на переправе и крапивных дебрях прошли успешно. Почему вы до сих пор не штурмуете зал Восстании? Мало, что доставил бы нам больше удовольствия, чем разделаться с этой крятой долиной. возможно, если бы опальные чуть больше нас поддерживали. И суд тоже. А теперь, когда все в сборе, я жду отчетов. Алый Хор должен был разобраться с крятво преступниками во внешней долине. Как успехи? Да, и правда, что ж случилось? Нам следовало бы знать об этом. Но мы не знаем ничего, если мы не ошибаемся. Вершитель судеб сыграл в этой операции решающую роль. Пятый глаз, просвети нас наконец. Он обещал сказать, что это мысль. Вершитель судеб и впрянь помог Хору, если можно так сказать. К этому преступники были обезврежены, но гнев Вершителя не пощадил никого. И капитана Пеллокса Флориана не удалось взять живым. К нашему разочарованию. Похоже, Вершитель вынес Флориану приговор опальных. Досадно. И что нам дало это милосердие? По донесению моих разведчиков, из лагеря сбежали какие-то подонки, приписанные к Хору. Они переметнулись к врагу. Вот к чему приводит милосердие. А ты этого либо не замечаешь, либо тебе плевать. Первое – это небрежность. Второе – измена. Не согласен, он стал бы превосходным пленником, однако взять живым этого бешеного фанатика готового к смерти не было возможности. Железный маршал, как я понимаю, мы закрепились на другом берегу Матани. Докладывай. Закрепиться на реке Матани было непросто. Там оказался посланец школы приливов. Он обратил реку против нас. Несмотря на все потери, мы сумели взять переправу отголоска. Но победа дорого нам обошлась. Гнев увеличивается, гривен наш. Когда мы заняли деревушку, отголосок неподалеку отсюда, там выяснилось страшное. Крестьяне прятали железное оружие, похищенное, вероятно, у наших же солдат. Командир Антио хотел сжечь селение, но Хор возразил, и вершитель судеб их поддержал. Вот какие гниды, а? Гнев увеличивается, гривен наш, но она злится. Их лидер, капитан Матани Сибил, в бою потерпела поражение и была взята в плен Алым Хором. И хотя возглавляли операцию опальной, вершитель поступил с пленами так, как это в обычаях у хора. И весьма разумное решение вершить. Капитан клятва преступников, несомненно, доставит нам немало часов развлечения, а возможно заодно даже расскажет что-то полезное. Архонт голоса не рад, с громким смешком подпрасывает в воздух скипетр, потом ловко подхватывает его в падение. Это прямо как во плоти, когда твои же рекруты предпочли покончить с собой, чтобы не служить хору. И она ничем не будет отличаться от прочих, упрямая, норовистая и готовая скормить тебе любую ложь. Странно, ты считаешь яростников такими жалкими и безобидными, при этом до дрожи боишься, как бы не научили хор чему-то не тому. Спорить об этом не имеет смысла, сейчас главное разрешить Эдикт. Вершитель прав. Мы спорим о мелочах, а должны думать о том, как покончить предсклятва преступниками. Давайте перейдем в наступление, опальные возглавят штуру. То есть возглавить наступление должен Алый Хор. Две трети твоего легиона заперты за пределами долины, и только у Хора достаточно сил и средств, чтобы штурм прошел успешно. День Кайроса Локтемичей близится, а наши союзники среди опальных в суде отказываются сотрудничать. К тому может быть лишь одна причина. Грейвин, Эш и Тунон объединились против нас. Вы обманом хотите лишить нас заслуженной славы. Изумрудный след остается в воздухе там, где Архонт отчаянно машет скипетром в нарастающей ярости. Если вы не желаете сотрудничать по доброй воле, я дам вам такой приказ, как вершитель судит. Обманом? Да ты же сам все это время разыгрывал идиота. Разыгрывал идиота? Мы собрали здесь десятки тысяч новых последователей владыки. Может мы действуем не так сурово и непреклонно, как Грейвин Эш. Но его работа ломать все вокруг, а задача Алла Вахора куда сложнее, привязать этих ярусников к Кайросу. Так как же ты смеешь отзываться от нас так небрежно? Тогда тупик очевиден. Мы оба хотим возглавить наступление на гвардию Вендриенов и пожать лавры победы. И поскольку Тунона с нами нет, его посланец должен выбрать за Архонта, кому будет предоставлена эта честь. И на чьей же он стороне? Маска голосов не рада, а соскальзывает в бок, когда он наклоняется ближе, взмахивает скипетром в вашу сторону. В шатре повисает напряженное молчание. Все взоры устремлены на вас. Вы будете атаковать вместе или штурма не будет вообще? Их обоих решение разгневит, но они оба нам будут за него благодарны. Опальные? Я это и сделаю, пускай все атакуют. Нам нет времени решать. Атаковать будете вместе. Ты испытываешь мое терпение, вершитель. Нам тут не нужен беспомощный компромисс, это не устроит ни одну из сторон. Кого ты поддерживаешь? Позволишь ли ты представителя малого хора взять верх или примешь сторону опальных, истинных последователей Кайроса? Смотри-ка, они не собираются вдвоем идти. Так. По большому счету у меня даже нет информации, кто из них лучше. Но алого хора больше. Но у них, он правильно сказал, у них половина войска, рекруты, у которых там половина родственников, так что возглавляют опальные штурм. Ты делаешь нам честь. Впрочем, я и не сомневался. Это правильный выбор. Опальные стояли во главе наступления с первых дней войны. И теперь нам будет принадлежать победа в последней битве. Гревен Эш приветствует вас, звучно ударяя латунной перчаткой на грудник. Наш возлюбленный хор! Вы должны защитить их всех! Но твое нелепое решение принесет всем нам погибель. Изумрудно-зеленое сияние распространяется от Архонта. Шитер заполняет гул голосов, словно вы оказались на рыночной площади. Скипетр, который он обычно вертит в руках забавой ради, внезапно оказывается занесен для удара точно в дубинку. Ты посмелишься причинить вред мне и нашему гостю. Воздух потрескнет от напряжения. Гревен Эш заносит молот для удара. Два идиота. Клянусь каресом, это значит война. До чего мы докатились? Вы приходите в себя и видите, как Гревен Эш ударяет кулаком в редеющий зеленый туман, там где только что стоял голос Нерата. Ты уверен, что желаешь войны с хором? А какой у меня выбор? Ясно всем, что голоса Нерата и Счиславия готов поставить нас всех под угрозу. К тому же мы все понимаем, война закончена. И кому-то предстоит править ярусами и оборонять их от врагов. Значит я начну с того, что буду их защищать от безумия Алого Хора. Мы захватим Зал Вознесения и без них. Да, мы наконец избавились от лживых союзников и можем атаковать Цитадель. Точно зная, кто наши враги, кто друзья. Само собой, в этом славном бою Пальная нуждается в тебе еще сильнее. Пожалуйста, поговори с Железным Маршалом, она выложит тебе наш план на всех подробностях. Можно польстить. Я видел, как ты встал передо мной. Спасибо. Никакое тебе не спасибо, кусок идиота. Прощай. Архоттань забыл одного из своих шпионов. Возможно, нам стоит отправить ее обратно своему хозяину по кусочкам. Гревен Эш прищуривает глаза и показывает пальцем на фугу. Я тебе дам. Барик, доспех Барика издает неприятный звук сминаемого железа. Все присутствующие смотрят на него. Хочешь что-то сказать, Барик? Аж однозначно смотрит на своего... Позадаченно смотрит на своего каменного щита. Сейчас ничего, Архоттань. Прошу прощения, что перебил. Барик смотрит на вас с неясной надеждой в своем... Обычно беспристрастном взгляде. Фуга, со мной. Ты приютил наемницу Архонта в своей компании? Это же помощь и пособничество. Голосам Нерата. Я этого не вынесу. Это твои личные проблемы. Вынесешь. Придется. Она необходима мне для работы. Это значит, она под защитой суда. Знание 41. Она не сможет рассказать нам про Аллы Хор и Голоса Нерата, если будет мертва. Хитроуми. Может, я хочу, чтобы Голоса думал, что за мной внимательно следят. Угу. Второй. Если бы они были более благосклонны ко мне, то, может, был еще один вариант. Может, я хочу, чтобы Голоса думал, что за мной внимательно следят. Голоса хитрее тебя уж поверь мне. Какой бы коварный план ты не задумал, он всегда на тысячу шагов впереди тебя. Ты играешь в опасные игры, вершитель. Если хочешь держать ядовитую гадюку близко к себе, то я позволю тебе пойти на такое самоубийство. А теперь оставь меня. Когда будешь готов присоединиться к Асаде, поговори с Железным Маршалом. Железный Маршал дефундирует к выходу. Это донесение о битве у переправы. Отголоска возлагает ответственность за неудачную атаку у деревни на алых пор. Похожие разведчики сообщили важные сведения... Не сообщили важные сведения о составе вражеских войск. Как-то все пошло... Странно наперекосяк, но посмотрим. В следующий раз уже до конца осмотрим лагерь, наверняка там будут еще какие-то маленькие стычки происшествия и всякая информация. И, наверное, на штурм уже отправимся. Заданий-то больше нет. Вы в открытую приняли одну из сторон споры между архонтами. Поговорите с Железным Маршалом рядом с тренировочным плацом перед началом штурма. А вариантов нет, я пытался примирить. Это нам не удалось. Не всегда в жизни все получается так, как хочется. Ну, надеюсь, мы справимся. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи и пока. Поворот сюжет очень интересный. И прямая отсылка на то, чтобы игру переиграть, приняв другую сторону. Продолжение следует... Продолжение следует...